По части сражений мы очень хотели показать, что герой — мастер импровизации. Ему не 15 лет, он уже понял свои способности. Персонаж знает, как сочетать паутину, ближний бой, окружение, гаджеты, а заодно умеет быстро переключаться между ними, что дает игроку больший выбор в каждой из ситуаций. Основа боевой механики рукопашная. Вы ритмично нажимаете на квадрат, а герой исполняет крутые движения. Однако это лишь начало. Обычные удары используются для запуска комбинаций, куда можно подключить другие умения. Можно зажать кнопку и подкинуть врага в воздух, а затем нажать еще раз и прыгнуть вслед за ним, продолжая атаку. Затем можно использовать треугольник, чтобы при помощи паутины впечатать соперника в асфальт или же зажать клавишу и кинуть врага. Все начинается с базовых ударов. Мы планировали так, чтобы вы не стояли на земле, а больше полагались на акробатику, паутину и гаджеты, чувствовали себя Человеком-пауком. Мы очень хотели поиграть силой Человека-паука и не создавать обычный броулер. Ведь герой — отличный акробат и умеет плавно двигаться в сражениях, причем не только на земле. Придется постоянно перемещаться вверх и вниз, влево и вправо, использовать окружение для импровизации. Вы сами решаете, что именно хотите сделать. Среди огромного количества приемов, которые можно комбинировать, мой любимый трюк — подкинуть кого-нибудь в воздух, а затем уронить его. Однажды я экспериментировал и решил подбросить врага в воздух, покидаться в него паутины, а уже после этого кинуть его вниз. Как оказалось, ребята, отвечавшие за сражение, предусмотрели и это. Если облепленный паутиной бандит упадет на землю, то приклеится к ней. Так что по мере прохождения вы будете находить подобные мелочи. Поскольку механика завязана не только на комбинации, сколько на передвижении, то у вас открывается широкий простор для экспериментов. Или, скажем, вы сражаетесь с бандитом рядом со строительными лесами, приклеиваете его к ним, а тут подбегает еще несколько. Можно обрушить леса на них. Так что вы можете свободно экспериментировать и пробовать разные варианты, поскольку в игре есть разные враги. Они нападают отовсюду и используют разное оружие. На самом деле я не думал, что игра предоставит настолько большую свободу. Здесь будут быстрые напряженные ситуации, однако в зависимости от того, как вы хотите проходить, присутствуют и более спокойные, более тактические и продуманные моменты. Вы сможете устранять противников по одному, не привлекая внимания других. Уменьшить численность группы прежде, чем вступить в открытый бой. В игре есть такая возможность. Мы уже говорили о том, что в игре опытный Человек-паук, так что с самого начала вы будете чувствовать себя героем, но по мере прохождения станете еще лучше. Этому поможет проработанная система прокачки, где можно со временем открыть новые движения и навыки. Кроме того, вы сможете создавать новую экипировку, костюмы и улучшения для них, а также прокачивать свои гаджеты. Когда я думал, почему Человек-паук отлично подойдет инсомниак, то одной из причин стал опыт нашей студии в создании разнообразных приспособлений. И вы сможете получать к ним доступ при помощи специального колеса, как в играх про Редчета, Сансет Овердрайв или в первой части Резистанц. У нас есть ловушка. Мне она нравится за свою многофункциональность. Вы можете находиться выше патрулирующих бандитов, ставить ее на их пути, а когда они заденут устройство, их припечатает к стене, что очень круто. Однако посреди битвы можно повесить ловушку на одного врага, а пробегающего мимо второго просто притянет к нему. В общем, получился классный многофункциональный гаджет. Есть еще бомба с паутиной, которой легко контролировать группу людей. Очень весело во время сражения с пятью-шестью противниками кинуть ее себе под ноги, взлететь в воздух и наблюдать за тем, как паутина разлетается во все стороны. И теперь можно спуститься и напинать плохих парней. Хотя мне больше нравится схватить одного, раскрутить его вокруг себя, а затем кинуть его в остальных. Одно из моих любимых приспособлений — паучий дрон, который парит в воздухе и стреляет во всех паутиной. Он сможет как отвлечь врага, так и помочь вам в нападении. Здесь сочетаются личности Питера и Инсомнияк. В городе будут основные занятия вроде предотвращения ограблений или же срыва сделки по продаже наркотиков. Однако у некоторых миссий есть дополнительные задания, например, использовать пять добиваний или поймать трех врагов в ловушку. Это не только добавит реиграбельности, но позволит получить ресурсы для улучшения. Вроде так. Да, вы выполнили первый этап, но закрыли ли дополнительные требования? Ведь это даст вам больше валюты, которую можно использовать для прокачки улучшений. Нам очень важно, чтобы геймеры смогли стать тем человеком-пауком, которым хотели быть и открывали те умения и способности, которые им хочется. Однако в то же время мы рассказали про экипировку, костюмы, гаджеты. Все, что вы делаете в игре, поможет вам получать ресурсы для создания новых предметов. Мы делаем так, чтобы вы не просто почувствовали себя супергероем, но таким героем, каким вы сами хотите быть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!